Итак, ребят, сейчас мы поедем в аэропорт и будем встречать оттуда людей И сделаем вот такую сейчас табличку Бесплатное мото-такси И будем катать людей У тех, наверное, у кого будет небольшой багаж Либо вообще не будет с собой багажа никакого Абсолютно будут рандомные люди Будем их аккуратненько доставлять до места Ну и будем спрашивать вообще, как им понравилось, не понравилось Думаю, получится очень классно Охуеть! Мир автокрасок То, что нам нужно Джиску так уже забросала, она была такая чистенькая И теперь уже она вся в сочинской грязи Спасибо Все, ребят, нашли мы желтую краску Черная у нас есть Сейчас будем красить Так, ребят, в общем, мы готовы Сейчас будем красить черным цветом Давай сначала просто в черный фигачим Вообще полностью ее, чтобы фон был Давай, ты и черным фигачишь фоном, а мы буквы Держи, держи, держи Не-не-не-не, да это будет прикольно Ну а нахер, у меня и так Так, ребята, вот такая у нас получилась хрень. Не знаю, старались, как могли сделать. Сейчас нужно только придумать, как это все закрепить здесь правильно, потому что эта штука уже еще не обсохла до конца, а уже солнце сейчас садится, и дождь может пойти, и вообще все что угодно. Это же, блин, Сочи в межсезонье. Сейчас едем в аэропорт. Наконец-таки все готово, что необходимо. Взяли шлема безопасности для наших пассажиров. Так что все должно быть огонь. Итак, ребят, мы приехали в аэропорт. Теперь наша будет задача найти пассажиров, которые будут готовы с нами поехать на мотоцикле. Мне кажется, это будет очень прикольно. А кто-то, может быть, вообще никогда не ездил на мотоцикле, и ему будет интересно. Ну, сейчас посмотрим. Поконкурируем немножечко с сочинскими таксистами. Надеюсь, они будут не против. Вот так, ребята, выглядит сочинский аэропорт. Все, кто прилетают, сейчас будут попадать под нашу транспортную доставку. Поехали? Слушай, давай сюда мы спустимся, на ту, короче, дорогу. И там лучше встанем, потому что оттуда поток людей выходит. Да и в целом вообще вон там все люди идут почему-то, кстати. Мы далеко как-то встали. Вы как-то вон там дальше. Поняли, что немножко не туда встали. Сейчас мы спустимся вниз туда, где большинство людей выходит. Итак, ребята, ну что ж, мы перебрались в нужное место. Смотрите, как здесь много таксистов стоят, которые очень зло на нас смотрят. Поехали? Или вы тоже работаете? А, ты нас снимаешь. Сейчас будет поток идти. В общем, всех людей. Будем цеплять ребят, которые идут налегке, желательно без сумок. Ну, ты вот так вот сюда. Во, огонь. И отсюда будем цеплять, короче, людей. Во, повыше. Реакция людей очень классная. Они так улыбаются, когда видишь, что вот такси бесплатно. Я бы куда ехать. А, куда надо? Да, идем. Только мы еще одна из этого человека, чтобы вдвоем там. Два человека наоборот? Ну да. Не, вообще тут опция. О-о-о. Ну, мы по городу, да. Адлер. А в чем прикол, почему? Поедем. Ну так, просто. Куда? Прикольно. Давай. Куда нужно? Кому-то в Москву. А, вы уже улетаете? Пойдем, так мы мы с радостью. Ну ладно, а то хотели это, доставить. Ну, может быть, я думаю, мы сознащились. Давайте. Здравствуйте. А ничего, что мы здесь стоим? Ну, может, кому не мешаете? Не, ну просто так. Подвозим людей, кому нужно. Бесплатные. Ничего просто против не имеете? Мало ли что. Не, не. Мы так чисто, с добрыми намерениями. Просто. Вы же деньги не берете за это. Вы предлагаете людям за деньги. Ну да, согласен. А, ну это что? А? Это Yamaha R1. А, мы стоим спорим, R-ка не R. Все хорошо. Они просто спорили, что это за мотоцикл. Что ты так крыжешь, а не подумаешь, что я что-нибудь пошутил? В казино везет? Конечно. Куда скажут, туда и повезем. Можно фотографировать? Можно. Интересно, объявление. Можно даже прокатиться. Прокатиться? Да. Бесплатно? Да. Что для этого нужно? Ничего, хорошее настроение. И грузы куда-нибудь деть. Не знаю. Отдельно только, да. В чем фишка? То есть, какая-то контакция. Прокатим вас до города, куда вам нужно. На мотоцикле, для людей, которые еще ни разу не ездили, например. Просто такой жест доброй воли. Для вас фан? Ну да. У нас минус чемодан, да? Ну да. Не, ну мы просто груз с собой не увезем. А так как бы вообще. Если налегке, то поехали. Если найдете, куда. Застеснялся. Ушел. Сторвался. Да, да, да. Знаете, ребята, с какой проблемой столкнулись? Ну, во-первых, понятное дело, что многие здесь ездят с такими вот большими багажами. Мы ищем тех людей, которые едут налегке. Но есть еще вторая проблема. Это то, что люди идут потоком. Редко. В основном это либо люди с детьми идут. Естественно, с детьми мы не повезем. Либо с грузом. Либо что-нибудь еще. Ну, людей пока мало. Но они вот так вот кучками, знаете, идут прям. Здравствуйте. А не желаете бесплатное мототокси доехать? Вы, видишь, налегке просто, а мы вас подкинем. Где вы раньше были? Блин, ну... А, вы уже улетаете, да? Ну, ладно. У нас маленьких шлемов нету просто. Так бы вас прокатили. У нас так большие шлема. А что, пекалы здесь просто? Ну, да. Так просто радость подарить людям. Кого-нибудь увезти. Бесплатно. А? А, ну, нет. Мы руль не передаем. Итак, ребята, в общем, ждем мы следующего потока туристов, так скажем. И пока здесь просто стоим, вот, общаемся с людьми. Общаемся с тактистами, которые так же, как и мы, сегодня работаем. Мы немножко так сегодня в их шкуре побываем. Ну, смотрите, мы сейчас еще одного человека возьмем тогда и поедем, чтобы, ну, просто двоих... А? Да нет. А вы когда-нибудь ездили на мотоцикле? Круто. Первый раз. Ну, мы не быстро гоняем так, чтобы было не страшно, естественно. Думаете? Тем более, на улице мокрое еще. Да, ну, мы безопасно еще что. Мы опытные мотоциклисты. Ездили на Воробьевы горы? Конечно. Мы вот постоянно собираем. Ну, да. На Воробьевы горах это классика. Все. Я знаете, что понял, почему сложно так? Потому что мы стоим в том месте, где все говорят всегда «Не-не-не-не, мне ничего не надо». Поехали, ребят, с нами. Бесплатно отвезем до Адлера, куда захотите. Аккуратненько. А чего, боитесь? Да. Едут забирать. А-а-а. Ну, понятно. Ладненько. Все, пока. Хочешь? Да. Привет. Мы нашли первого клиента, так скажем, которому сейчас повезем. Нам нужно сейчас второй человек. Друг, а бесплатное мототакси не хочешь на мотоцикле? Бесплатно не хочешь доехать? На строе. А? А, во строе? Тогда вот с ними. Я хочу вас фотографировать, потому что, ну, это нюанс. Да, такого не было еще никогда. По крайней мере, в Москве такого я ни разу не видел. Мототакси бесплатно не желаете? На мотоцикле бесплатно не желаете? Мототакси бесплатно не желаете? Отвезем? Да, отвезем. Мототакси. А ты прилетел откуда-то, да? Провожал. А, провожал. Бесплатно мотоцикле. Сложно, ребят, сложно, но нам нужно пытаться. Нам нужно пытаться это сделать. Вот есть молодые парни какие-то. Парни, не желаете бесплатно на мототакси прокатиться до Адлера, довезем, куда нужно? Что это можно бесплатно отвезти? Просто чемоданную машину, а то и все это. Поехали. Просто у нас так надеюсь, еще одного парня не хватает. Нет, серьезно, парни, без какого-то там либо. Просто прокатимся. Поехали, придем в город. А, сад, хотел хайфа поймать. Да у нас гостиниц просто здесь рядом. Ну, мы как раз-таки довезем вас. Поехали сюда. Нет, ну серьезно. Настрой звонка какого-то. А нет, ну мы понимаем, мы просто кого-то одного только можем взять, а то у нас уже все остальные заняты мотоциклы. У нас два человека уже ждет и третьим. На мотоцикле как можно. Все еще на мотоцикле покатаются. Нет, серьезно, без всяких. Поехали. Сейчас. Ну смотри. Залезть будем, блин. Нет, мы завтра улетаем сами. Давай, я тебя не найдешь. Пошли, аж с лёгкой, говорю. Давай, давай. Блин, хочет, хочет парень. Да вообще классно. Бесплатно на мотоцикле отвезем до Адлера. Не хотите? Поехали на мотоцикле вместе. Попадам, можно машину в такси кому-то, а мы на мотоцикле. На мотоцикле не желаете с нами? Спасибо. Все такие, знаешь, боже упаси думают на мотоцикле. Боятся многие, да. Кстати, надпись читаемая. Да? Ну все говорят, видят. Типа, о, бесплатно. Не желаете на мотоцикле с нами? Поехали на мотоцикле. Бесплатно. Ну в общем, ребят, нашли мы одного пассажира, кто же желал с нами прокатиться. Со всеми остальными было, конечно, сложно. Знаешь, как я придумал? Давай полпути прокачу я, полпути прокачу ты. Не, ну смотри, чтобы, я просто придумал, смотри, как будет прикольно, чтобы поскольку, поскольку да, поскольку у нас один, например, да, давай, например, полпути со мной, полпути на Ямахе. И потом, знаешь как, в конце сравним, с кем больше понравилось, короче, ехать. Быстрее или не быстрее ехать? А скажем, быстрее, я говорю, не главное от холода, не акачурица. А, даже медленно надо ехать. Нет, смотри, будет все сбалансировано, потому что я буду ехать медленно, ты будешь чуть-чуть быстрее. Ну, так. Ну, главное, так просто аккуратно довести. И так, и так поедем. Да? Ну, что тогда? Держи. Я так же могу. Хорошо. Вот, держи этот твой шлем, одевай его. Так, подожди, я забыл, как тебя зовут? А? Из Наур. Из Наур? Да. Очень приятно. Так, держи, Из Наур. Будет удобнее, если у тебя он будет, и теплее вдобавок. Ты не катался, да, на таких мотиках? Нет. Ну, короче, смотри, ты как бы сидишь здесь, да, там, соответственно, вот, руками просто упираешься, короче, в бак. Ага. Если там я разгоняюсь, можешь за меня придерживаться одной рукой. Да? Вот там твой рукой. Что, прикольный звук? Да. Прикольный звук. Рука в пульте. Мы стартанули. Пункт назначения у нас Сочи. Везем из Наура по очереди. Сначала половина пути я, половина пути Санек. Я буду ехать поаккуратнее, помедленнее. Санек чуть повеселей. Но главное, конечно, это безопасность. А в конце мы узнаем у из Наура, с кем ему больше понравилось. Нет, парнишка молодчина, конечно, что согласился. Не побоялся поехать все-таки. Хотя погодка вообще, конечно, нелетная для такой рубрики. Но, блин, стараемся аккуратненько прокатить, так скажем, с ветерком. Дождик, конечно, идет потихонечку. Надеюсь, мы не сильно промокнем. И доедем с более-менее, ну, комфортом тут точно нельзя назвать. Но более-менее экстремальненько. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как тебе пока впечатление? Кроме того, что давит шлем немного. Да, и всем тоже я столько шаг хочу сел. Впечатление, что ты не запотевал. Я сначала думал, что так ехать будет стрёмно. Нормально, теперь буду ехать так. Ну, если дождь прям фигачит, то не очень приятно, конечно. Ну, в моменте. Как бы, да, ну, его приоткрываешь, и нормально он распотевает. А ты ехал, ничего не видел, да, короче, запотевшее, да? Блин, страшно, наверное. Ну, слушай, на самом деле, когда ты поездишь месяц буквально, ты уже будешь себя чувствовать вообще, блин, королем дорог. Да, поэтому ошибки многих, кто чуть-чуть покатается, знаешь, и потом такие, блин, да я всё могу, и потом улетает куда-нибудь, потому что там ошибка стоит многого. А так, как бы, ну, учиться несложно, быстро научишься. Ну, да, да, всё как на машине. На машине ездил? Да, ну, что не то, я с детства ездил. На кальпюрейсерах такая же тема? Да, на абсолютно любом мотоцикле, ну, почти на всех мотоциклах, если это не кастом какой-нибудь, такая же вся система управления, то есть будешь, да, на одном ездить, спокойно сядешь на другой. Ну, давай попробуем одеть. Жмёт, да, тебе сильно? Да, это просто побойка. Как раз к красному шлему, красный шлемак. А, белый больше нравится? Он подходит к твоим штанам. Итак, я, в общем, передал нашего замечательного пассажира Саньку, что он повезёт его немножко бодрее. Неплохо таки едем. Вроде даже аккуратненько. Саньку сказал, чтобы он ехал аккуратно. И особо не лез во всякие дырки, в которые не нужно лезть. Ну, что скажешь? Немного меня нормально забили. С того, что обычным токсичкой не смогу пользоваться. Что, пободрее, да, Санька тебя прокатил? Санька, да, пободрее. У меня такая вводная часть, знаешь, я так, оп, у меня инструктаж был, понимаешь, там вот основы, короче. А там уже пошла дешёвая артиллерия. Я, на самом деле, не так сильно дырнулся, как боялся. А, не промолк ты, кстати, нормально? Нет, вообще нормально, да. А так ты вообще пассажиром гонял когда-нибудь? Один раз меня кент прокатил в Москве, ну, недолго совсем, буквально, недолго. Ну, то есть полноценно не ощутил вообще. Извините, понятно, потому что... Чё-то, чё? Ну, с тобой, типа, бой сюда понравилось. Почему? Нет, ну, с ним. Нет, почему? Нет, давай по чесноку. По бой, типа, или холодно. Нет, по чесноку, как я на говоря, по речи мне понравилось, бой. Ну, просто, если бы наоборот сделали, это, наверное, было бы стрессово. Ну, да, да, да. Да, я поэтому так и подумал, знаешь, будет нормально, реально, что я прокачу аккуратненько, потому что я обычно аккуратненько гоняю, а он... Если бы ты просто, да, сел бы сразу к нему, и ты такой, блин, что? Останови это! Вот, держи, кстати, тебе на память наклеечку. Блин, на самом деле, если так вот вдуматься, кто вот согласится, да, вот с незнакомыми людьми, в плохую погоду, поехать на мотоцикле. Например, ну, нет, ну, условно говоря, то есть, реально, многие боятся, короче, реально. Я с фирмой никто не согласился, потому что реально страшно, ничего не хватит. Ну, потому что еще мало молодежи. Вот молодежь, вот более-менее, да, она соглашается. Вот сюда, в Сочи, да? Да, в центре, там, по-любому, молодежь будет. Ну, да, лучше в развлекательной куда-то ехать, место такое, да, где у людей есть время, знаешь, они вот гуляют, ничего не делают. Да, у них трансфер, там, такси уже некоторые заказывают себе на выходе, знаешь, они говорят, нет, у меня такси, там. А ты орал, кстати? Ты орал? Нет, я обраду. Не, мы аккуратно, мы соточку, 120 максимум ехали, где-то так. Ну, я до 200 разогнал. До 200? Да, 200, да, хотел спросить, скорость карта. 200 было? Да. А где ты сделал 200? Мы где-то там ехали. А, ну, нормально. А, да не, братан. Не, спасибо большое. Давай, были рады познакомиться, будем на связи. Если что там надумаешь насчет мотов, если что, пиши, может, чем подскажем, что ты все будешь брать на связи. Ну, что ж, ребята, если вам понравилось, обязательно поставьте лайкосик, поделитесь видео с друзьями. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, там я поищу все спойлеры по следующим роликам и фоточки вам бездные. С вами был Ниндзя. Пока!